Дорогие друзья, он закрылся. Наконец-то гастроном закрылся в соседнем доме. Он существовал и в 90-е годы. Назывался он тогда Морфлот. Много вывесок он сменил. И вот закрылся, наконец, вот он теперь. Радостное ли это событие? Не знаю, не знаю. А вот Владимир Владимирович Путин, простите, я очень грязно выругался, аж в Крым вчера поехал, чтобы поздравить жителей государства образования Ирофистан с Днем Народного Единства. Был ли он лицемерен? Судить вам, дорогие друзья, я же могу сказать, что я давно не испытывал такого глубокого отвращения, как вчера. То есть, вернее, сегодня уже, когда я в записи прослушал вот это вот все, я содрогался. Я содрогался. Упоминание Минина и Пожарского, вот извергнутое им, вот это упоминание, это даже не лицемерие. Просто я не знаю, как это охарактеризовать. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И поговорить я хотел не о лицемерии наистрашнейшего, а о блогере Юрии Хованском. Потому что, дорогие друзья, человек взывает о помощи. И также я хотел с вами обсудить феномен Хованского. Почему власть так взъелась на Юрия Хованского? Почему его так пытают и терзают? Почему этот мужчина содержится в Санкт-Петербурге, в тюрьме содержится? Несчастный человек, я ему искренне сочувствую. Он мне вообще не нравится, вот честно вам скажу. Внешне не нравится и наполнением своих роликов не нравится. Но я ему искренне, безусловно, сочувствую. Прямо вот у меня сердце болит за него. Человека терзают. И давайте зададимся вопросом, почему. Потому что нет смысла искать что-либо в речах Вальдемара де Морта. Пусть даже они сказаны из Крыма. Который был, остается и будет русским. Так же, как и Украина, это Русь. И Русь это Украина. Вот так вот. Поэтому нет смысла никакого что-то искать в речах Владимира Путина. Да, я грязно снова выругался. А Хованский занимает у меня в уме гораздо больше места. И честно скажу, в сердце. Потому что мне искренне жалко этого мужчину. Да, хотя он ведет себя иногда как дурак и все такое. Ну, господи, я не лучше. Вот. Его схватили, посадили за какую-то там песню. Если честно, я не до конца понимаю мотивировки его пыток. Но Хованский является одной из множества лакмусовых бумажек. Это тест. Это тест на нас. Кто мы такие, какие мы, как мы воспринимаем людей. Готовы ли мы распахнуть объятия и принять, принять. Готовы ли мы научиться принимать. И знаете, что я вам скажу? Мы должны чему-то научиться. Вот. К слову, позволю себе рассказать впечатление о вчерашнем дне иконы Казанской Божьей Матери, которые я отмечал в общине Елены Львовны Рохлиной. С замечательными, прекрасными, искренне говорю, людьми. Вот. Хачапури было вкусным. Вот. И хочу сказать, что за нами всю дорогу, ну, когда мы в Московскую область въехали, по-моему, за нами следовал целый микроавтобус китайского производства. Это было номер, не помню, 064, что ли, вот, с набитой кривоохранителями. Им было стыдно. Им было стыдно, потому что никакой угрозы, ни малейшая община Елены Рохлиной не представляет напротив прекрасные, добрейшие, милые, светлые люди. Вот. Но они ездили за нами. Это вы представляете? Деньги государства, так называемые, тратятся, ресурсы в огромном количестве, чтобы просто прессовать людей, потому что иной функции у них нет. Вот. И, знаете, на самом деле это смешно. А блогер Хованский мне более не смешон, мне его жалко. И еще хочу вам сказать одну очень важную вещь, дорогие друзья. Это мой личный вывод, я его сделал. Я часто слышу, вот, это едет паркон. Там сидит живой человек. Он просто водит машину. Машина ездит, пачкает окружающую среду выхлопами. Бензин сжется. Человек получает зарплату, камеры снимают, кто как припарковался. Вот такие вот дела, друзья. Это реальность, в которую нас втаскивают вот эти лапы монетарного фашизма. Как и вот реальность, когда ездит милицейский автобус, набитый милиционерами, которые до сих пор верят в стереотипы дяди Степы, и что мы добрые, и так далее, но при этом соблюдают палочную систему и прессуют совершенно невинных людей. И вот, видите, по тротуару прям едет полицейский автомобиль. Вот. Ну, с мигалкой, значит, можно. Вот, дорогие друзья. Этот меня задерживал, милиционер. Очень смешно, дорогие друзья. Я вот сам отсидел 15 суток пару месяцев назад, и омерзительное состояние. Вот. Ну, этот парень хороший. Я все равно не питаю злобы какой-то к милиционерам, понимаете? Ну, действительно, не питаю. Пожалуйста, милиционеры, полицейские, ФСИН, кто вы там, не мучайте Юрия Хованского. Пожалуйста. Я не знаю, мы все люди, и мы все образы и подобия божьи. Давайте будем людьми, будем добрыми и будем любить друг друга. Как-то так. Что ж, дорогие друзья, хочу сказать, что в отличие от выступления Вальдемара де Морта, вчерашнее наше празднование, наше путешествие прошло замечательно, искренне и восхитительно. Вот. А дни режима сочтены. Нам мало того, чтобы избавиться от оков. Нам надо научиться снова быть людьми. Но хочу вам сказать, что вчера я был среди людей. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И если будет такое желание и возможность, поддержите мой труд, дорогие друзья. А я продолжаю трудиться. И я отныне, как бы тяжело мне ни было, я буду пытаться излучать оптимизм. Потому что мы нуждаемся в нем. Вот. Доброго вам денечка, дорогие друзья. Эх, тяжело быть одному. Очень. Эх, тяжело быть. 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 Продолжение следует...